Привет, мои хорошие, с вами Селена Свея, и сегодня у нас наш любимый фикс прайс! Да, фикс прайс, его стало в последнее время много, потому что у меня тут некоторые преображения моего уголка, у меня целая четверть вообще комнаты, теперь под мой офис такой весь, где я буду снимать, будут разные фоны, я наконец-таки со своим светом разобралась, вы видите, как все ярко, красиво, насыщенно. А, у меня же новый цвет волос, да, ну вы это, наверное, уже видели в покраске, и у меня вот такая четыре, хотела сказать, вот такая корзина, вот такие четыре корзины, они мне нужны как раз-таки для того, чтобы благоустроить свой уголок и для того, чтобы разместить вещи все как нужно, чтобы я могла все найти, потому что у меня столько вещей, в то же самое время и с фикс прайса, и с алиэкспресса, это надо все как-то по полочкам, все разгрузить. В общем, очень много новинок, и сейчас я вам все это покажу, оставайтесь со мной. Так, первое, торчит вот зонтик, да, и он как-то мешает, прям надо его вытащить да показать вам. Представляете, я давно хотела, вот, правда говорю, мысли материализуются. Я давно хотела зонтик на пляж, когда мы ходим, я не так часто хожу, конечно, на пляж, но все равно в машину бросить зонтик пляжный, это круто. Моя тетя как-то мне сказала, говорит, у тебя что, нет еще зонтика пляжного? Я говорю, нет, нет. Она говорит, я купила, бросила в машину и хожу. Единственное, ну, я тогда еще подумала, что надо купить зонтик пляжный. Единственное, что мне кажется, он какой-то маленький, давайте мы его проверим. Как вам моя насыщенность? Не сильно я перегрузила картинку насыщенностью, но я так люблю, когда яркие цвета. Может быть, и волосы у меня не такие яркие, как здесь. И голубой не такой голубой, но очень красиво, да? Ну, в общем-то, глазик радуется. Короче, вот такой вот зонт. По размеру он как обычный зонтик. Класс! Так, здесь вот такая вот штучка, вот она. Здесь он складывается. Так, а как это складывается? Нет. Да, складывается раз, а откладывается два. Все просто. Механизм, на самом деле, оставляет, конечно же, желать лучшего. Будет сильный ветер, в принципе, не унесет. Здесь у нас вот такая штука. Я когда работала, маленькая была. О, плотненько. Вот это хорошо. И здесь наконечник такой, который вставляется в песок. Вот так вставили в песок. И кайфуете. Слушайте, ну для ребенка классно, во всяком случае. Вот я довольна, что я купила одна из первых. Я его видела в одном только фикс прайсе. Их видела. Может быть, уже завезли в другие фикс прайсы. Видела в Александровке. В Ростове-на-Дону, в Александровке. Но я думаю, что их завезут в другие. Были разные цвета. Я взяла себе светлые. Там были еще с арбузиками яркие, такие красно-зеленые. Я взяла себе вот такой голубой светлый. Почему? Потому что светлая ткань, она как бы отталкивает свет, да? А темное, оно наоборот поглощает. Вот. Поэтому я взяла что-то светленькое. Ну и вообще, да? Классные, яркие. Ну, такие дела. Дальше из новинок сразу же вижу вот такая коробочка акриловая. Девчонки, всего 200 рублей. На Алиэкспресс такие коробки стоят намного дороже. У меня много акрила. Я люблю прям, когда акриловые такие стоят боксики. И в них всякая косметика. И этот можно уже открывать. Это новый. Я жду, когда завезут боксы, знаете, чисто для помад. А то я на Алиэкспрессах заказываю по 400 с чем-то рублей. Мама мне, кстати, должна еще притащить из дома такой какой-то спрей очень интересный, который очень легко убирает скотч с поверхности во всех. Вот клей от скотча. Смотрите, вот такой вот боксик, он с крышечкой. Вот. И здесь у нас 4 отделения. Вот таких вот. Раз, два, три и четыре. На картинке нарисовано, что можно хранить, допустим, вот здесь кисточки лежа. Но я предпочитаю кисточки стоя хранить. Ну, а здесь что-то можно напихать. Я не знаю. Я подумаю, я решу из того, что у меня из косметики, что сюда можно поставить. Ну, в общем-то, организовать и аккуратненько поставить хорошо бы. И вообще, я бы даже думала, может даже и убрать эту крышку. Я практически везде их снимаю. И здесь их можно снять. В принципе, да, можно снять крышку. В общем, вот такие новые боксы. Скорее спешите, пока их не разобрали. Их там было немного на приравке. На прилавке! Дальше из хранения, смотрите, я какие штуки нашла. Это такие боксики для специй. Может быть, они и были раньше, но я их увидела случайно в одном из фикс-прайсов. Их много стояло. Ну, я все три взяла. Там были розовые, белые и черные. Розовые и черные, они вот с такими вот дырочками внутри. Видите? Такие дырочки цветочком. Дырочки цветочком. Вот, для специй. А здесь у нас, не знаю, прям дырка такая, дырка. Я не знаю, что сюда можно засунуть, вот такую дырку, чтобы не бояться высыпать. Но это как раз-таки мне показалось прикольным, потому что у меня специи хранятся в пакетах. Я их чем-то там защипливаю. А было бы прикольно, чтобы они хранились в прозрачных таких вещах. А можно даже что-то намешать. И, кстати, для специй еще кое-что взяла. Вот такая мельница вообще для специй, 99 рублей. Вот эти, кстати, штуки по 25 рублей. Вот это мельница. Засыпаешь сюда, короче, специи, которые ты хочешь, например, для мяса или для рыбы. Или вообще купила что-то. Или не купила. Не знаю, короче, не важно. Засыпала. Вот так. Я, конечно, такой, этот, готовщик еще тот. У меня мама готовит. Короче, ну, главное, что ты засыпала. И все, и мельницы вот так вот, все это прокручиваешь. То есть, оно будет более мелкое. И не будут там крупные, например, какие-то перцы или что-нибудь. Или трава попадаться тебе во рту. И ты ее потом выплевываешь. То есть, кто так делает, скажите. Я не люблю. Когда что-нибудь застревает во рту. Когда можно было все перемолоть в мельнице с фикс-прайса. Давайте немного пройдемся по декору. Я, когда было 14 февраля, видела вот такие вот декоративные... Декоративные... Как их назвать? Штучки. Они были красные, розовые. Но я их тогда не стала брать. Как их отсюда вытащить. А в этот раз, раз у меня появился свой уголок, у меня теперь будет целая корзина. Нет, не такая маленькая корзинка. У меня будет целый ящик всего для декора. То есть, я буду постоянно менять вам декор. Сейчас я решила, так как у меня яркие волосы, да, и фикс-прайс, я решила на фоне ничего не делать. Просто белый красивый фон. И я и фикс-прайс, и вы. Чтобы нам ничего не мешало, ничего нас не отвлекало. Но вообще, я планирую делать какие-то разные интересные фоны. Вы уже заметили, что они у меня новые, да. И, в общем-то, по чуть-чуть беру. Мне понравились вот такие вот сердечки. С бусинками красивые. Качество, конечно, тоже оставляет желать лучшего. Но оно стоит 50 рублей. 55. Я подумала... Копейки. Также для декора я увидела такую рамку. Девчонки, увидела рамку эту в видеообзоре у Лены Нескви. Я бы никогда не обратила на нее внимания. А она светится. В нее вставляются две батарейки, и она светится. Это офигенно. Я приобрела уже пару рамок розовый, тоже для фона. Но я брала их в Икее. А в Фикс Прайсе мне, честно говоря, рамки уже надоели. Я какие-то брала, а потом я их в итоге выкинула белые, по-моему. Там рамки такие, знаете, кругленькие, овальные были. И вообще на них не обращала внимания. А тут я смотрю обзор, и она показывает такую классную. Она светится. Я вообще люблю, чтобы все что-то светилось. Не все время какие-то гирлянды и фонарики, да. А что-то поинтересней. Так, здесь две батарейки ААА. Сейчас мы их вставим. Кстати, еще в Фикс Прайсе появились новые батарейки. По 99 рублей. Вот 4 штуки. Я взяла 4 маленькие, 4 большие. Не знаю, какие они будут по функционалу. Будут ли долго. Кстати, может быть, кто-то уже проверял такие батарейки. Расскажите, как у вас. Насколько долго продержалось? Что-нибудь там сыпалось ли? Ломалось после них. Бывает же такое. Сыпется, ломается. Вставляю батарейки. Да что ж ты, вы прыгиваете? Вот посмотрите. Вставила одну. Вот у меня только у одной так. Кто-нибудь сделал так? Смотрите. Не, получилось. Ладно, окей. Окей. Бывает, называется. Закрыла. Все очень красиво, добротно так сделано. И включаем. Вау. Слушайте, как вообще аккуратненько, красивенько. На фоне, если бы она стояла, видно было? Знаете, что я только вижу? Что здесь не вся она прям подсвечивает. Она неравномерно подсвечивает. Хочется прям поправить немножко. Блин. Чуть-чуть неравномерно подсвечивает. Это мне не очень нравится. Здесь прям пятно такое темненькое. Ну ладно. Френд с ним. Блин, вообще жалко. Все хорошо, а вот здесь вот угол, где плохо. А, знаете почему? А, все, она закрылась. Там, короче, там ленточка, и она так встала, что она, ну, короче, эти огоньки закрылись. Я не знаю, что сделать. Опять выскочили батарейки. Ладно, я буду, короче, это думать, исправлять. Но, в общем-то, рамочка крутая. Мне нравится и то, что она светится, и то, что она беленькая. Видите, как ярко светится наша рамочка? Но только внизу, вот здесь вот, есть момент, где не светится. Потому что там батарейки. Вот оно что. Жалко, конечно, не очень так красиво смотрится, когда вот темное пятно какое-то. Можно сюда что-нибудь поставить, типа загородить. В целом прикольно. Не видно вам, как я тут на фоне мусорю. У меня здесь уже мусора куча-куча. Также я взяла салфетки розовые. Как всегда, мы ими только пользуемся. Вообще, то есть, малой без таких салфеток вообще. То есть, я без этих салфеток не знаю, что делать. Я их использую для малого, для всего. Стоят на столе. И вот здесь сейчас увеличенная пачка, 140 штук. Их хватает очень надолго. Еще из новинок, смотрите, я опять не могу пройти мимо блокнота. Розовый блокнот с сими бабочками мне показался самым интересным. Но вообще, там были еще и клубнички, еще что-то. Хочу с вами открыть его, потому что они все запечатанные там были. Шем бы подковырнуть. Ничего острого нет. Твою ж не хай. Так, открываем. Ух ты! Из необычного чего-то сделано. Оно еще и поблескивает. Я не знаю, вам тут, наверное, не видно. Но оно блестит. А внутри мы открываем. И это, оказывается, представляете, обложка. Это можно вообще использовать на любой блокнот. Короче, выбираете обложку, которую вам надо. Смотрите, видите, оно впуклое. А здесь оно выпуклое. Бля, я высунула, я не могу теперь нормально, аккуратно всунуть. Все, засунула. Так, хотела листы посмотреть. Что здесь за листы? Листы здесь вот такие в линеечку. И на каждом листике бабочки синие. Какая милота. Еще необычная вещь появилась в фикс-прайсе. Это такие охладители для льда. Они очень прикольные вообще. И они вечные. То есть, это охладители стоят 27 рублей, по-моему. 27? Набор охладителей 27,50. Что-то очень дешево. Я думала, 50 с чем-то. Но это прикольные штучки. Сейчас откроем. Здесь у нас сколько их штук? Ой! Надо было больше брать, наверное. Два розовых, два желтых, два зеленых, два оранжевых. Они внутри с водичкой. Или, возможно, это, знаете что, это, возможно, не водичка, а вот для холодильника заморозка такая специальная. Я не помню точно, но что-то как-то так-то называется оно. Замораживалка. Она просто, если его замораживаешь, то оно не как вода быстро тает, а чуть дольше. Возможно, там находится эта жидкость. Мы кладем это в морозилку. Единственное, помыть надо как следует. И все, достаем. И самое прикольное, что у нас стакан с вами будет, и в нем красивые разноцветные кубики плавают, да? Которые медленно тают. Вообще, мне кажется, это отличная-отличная идея. Надо будет еще такие взять кубики. Например, это может смотреться вот так. Смотрите. Опа! Шампанское. Классно? Только они не остудились. Это просто показать вам, как смотрится. Еще я заказала адреналин. Какой-то новый. Заказала. Нормально? У меня уже оговорочки. Экспрайс покупала. Адреналин, короче. Он же есть черный. Я только черный пробовала. Вот это хотела с вами попробовать. Стоит он 55 рублей. Вкусненький. Вообще, в последнее время я вообще не люблю адреналин. Мне кажется, это такая химоза вообще. И я когда видела, что кто-то пьет, особенно вот брата недавно видела, он пил вот этот адреналин или Red Bull. Окрыляет. Может, вы еще видели во влоге. Я говорю, фу, как ты можешь это пить? Это же такая гадость. Одна химоза, мне кажется. А тут недавно был момент, когда я была в поездке. Последний раз. Я выпила чашку кофе утром, а днем я уже не пью кофе. Даже бывает, если я две чашки кофе выпью, я прям вообще уже прям мотор почему-то стучит, и мне уже плохо от самого даже запаха и всего. То есть, у меня одну бы кружку идеально. Но бывает, что я в течение дня еще засыпаю, и чувствую такую, короче, усталость, такая сил нету. Особенно, когда нужно с малышом где-то ходить, гулять, и вообще дел еще всяких много. И чтобы взбодриться, я взяла себе адреналин. Не помню, что больше я любила адреналин или Red Bull, но я и то, и то брала. И, короче, вот за недельку там три штуки, наверное, выпила. И подумала, что надо взять, короче, попробовать. Он вкусненький на самом деле. На него можно и подсесть. Так что будьте аккуратны. Так-то вкусненький. Но знаю, что он еще хуже кофе. Но мне нравится. Также я заметила в фикс-прайсе. Это на Сельмаше в фикс-прайсе. У меня покупки здесь с разных фикс-прайсов. 99 рублей. Вот такая футболка, на ней написано на Love. Она полностью хлопковая. Не полностью, 5% эластана, по-моему. А так она прикольная, хлопковая. Короче, чем она мне не понравилась. Чем она мне понравилась? Тем, что она на одно плечо. Видите, у нее полноценное плечо, одно. А второе, в общем, вот такое вот, на бок. А что я в этой футболке? Блин, надо было сразу вот эту футболку одеть. Ладно, в другом видео я в ней снимусь. В этой просто покажу. И я взяла еще размер не S-очку. Не 42-й, а 44-й. Потому что я люблю, когда чуть-чуть посвободнее все это дело. Короче, мне показалось, она прикольная. И еще я скоро иду на курсы. У нас в Ростове есть творческая студия. Это такая школа искусств. И там учат рисовать на футболке. Я как раз подумала, у меня нет футболки, которую можно было бы взять да разрисовать, чтобы поучиться на ней. А на этой как раз слова love. И можно что-нибудь еще зафигачить тут красивое. Короче, буду на ней тренироваться. Смотрите, сделала замер. А оно еще падает на плечо, которое и нужно. Прикольно. Вот. Вот такой вот. Короче, 44-й взяла. На самом деле нужно было брать размер в размер. Так что берите размер в размер, если увидите такую. Как-то она мне свободноватая. Я просто думала, будет так свисать. Но вообще, по идее, оно бы поплотнее. Лучше бы смотрелось. Да. Берите размер в размер. Ну и последние мои приобретения, это вот такие 4 корзины огромные. Я розовую с трудом нашла. Вообще, хотела взять белый, потому что у меня угол весь белый. Я не хотела, знаете, прям там розового-розового. Но вообще, мне вот эти вот корзинки, они большие. Они с вот такими вот ручками. Это очень удобно, когда тебе нужно достать ее откуда-то сверху, да. Они очень вместительные. Намного вместительнее тех, которые у меня там стоят. И я уже поняла, что эти корзинки суперудобные. Во-первых, они красивые, дополняют мой белорозовый декор в доме. Плюс они очень вместительные. И еще вот очень удобные с этими ручками. То есть, их не нужно куда-то прятать. Я в них прям кладу, например, здесь у меня будут там покупочки в фикс прайс. Здесь у меня все будет для рукоделия. У меня есть просто куча всего такое. Потом здесь покупочки с Алиэкспресс, которые можно еще затестить и где-то применить. Здесь, например, еще что-то. И я в фикс прайсе также покупала такие штуки, которые наклеиваются сюда. И писать можно, что и где. Вот я думаю здесь положить то, чем я нечасто пользуюсь. И прямо на самый верх убрать. Я вам потом все это вставлю и покажу, как это будет смотреться. В общем, вот смотрите, девочки, как это выглядит наверху у меня. Так как у меня очень узкий шкаф, он делался под мою старую квартиру. Он там 31 сантиметр. Поэтому только горизонтально вот так вот повернутые эти коробочки лежат. Вот так я их поставить не могу. Не будут закрываться дверцы. Но вот четыре как раз идеально сюда становятся. Они очень крутые. Вместили в себя все. Вообще, я планирую вам еще сделать отдельный рум-турчик именно по своему углу, по организации моей косметики, всего-всего, как я здесь все сделала. И вот показать вам свой уголок. Вот. Ну что, мои хорошие, будем с вами прощаться. Я, в принципе, все вам показала, всем поделилась. Покупочек немного, но они реально крутые и классные. Я довольна. Если вам что-то пригодилось из моего обзора, я буду только рада. Все, мои хорошие. Если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, кто в первый раз. Как всегда, впереди много интересного. Я стараюсь, работаю над фоном, над картинкой, над контентом. Знайте, что я вас люблю и работаю над всем этим. Пишите комментарии под видео. И мы с вами прощаемся. Пока-пока! Пока-пока!